День российской науки. История праздника. В КФУ прошел фестиваль науки «Территория знаний». Эксперт КФУ расскажет о прочности металлических сплавов. Всем привет! В эфире универновости, а в студии Максим Мартынов. Сегодня день российской науки. Один из важнейших дней в году. За всеми значимыми открытиями всегда стояли и продолжают стать люди. Ученые научно-исследовательских центров и университетов, чьи кропотливый труд, пытливость ума и масштабность идей помогают делать жизнь совершения. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обратились к научному сообществу. Сегодня 300-летие Российской Академии Наук. Вся команда телеканала Универ ТВ поздравляет всех причастных к этому дню. Открытий, свершений и побед. В эту пятницу, 9 февраля в 14.00 в Большом зале культурно-спортивного комплекса Уникс состоится встреча члена Общественной палаты Российской Федерации, директора Ассоциации участников рынка интернет-индустрии, Лига безопасного интернета Екатерины Мизулиной со студентами Казанского Федерального Университета. Встреча со студентами пройдет в формате открытого диалога. Ожидается расширенная сессия вопросов и ответов. К участию приглашаются студенты КФУ и других вузов столицы, которые смогут задать волнующие их вопросы. Вход свободный при предъявлении студенческих билетов. Сбор участников встречи до 13.45. Ежегодно 8 февраля в России в память об основании Российской Академии Наук отмечается День Российской Науки. Он наполнен открытиями, научными конференциями, презентациями новых технологий и всевозможными открытиями. Все научное сообщество, включая студентов, историков, профессоров, ученых и общественных деятелей, собирается, чтобы отметить вклад отечественной науки в мировое наследие. Подробности об этом знаменательном дне узнаете далее. День Российской Науки уходит корнями глубоко в историю. 8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I в столице Российской Империи, Санкт-Петербурге, был издан приказ об учреждении Академии Наук и Художества. На протяжении следующих столетий отечественные ученые оказывали значительное влияние на ход истории России. Внесли неоценимый вклад в развитие науки, открыли новое видение мира и стали предвестниками прорывных технологий. Ни для кого не секрет, что российское научное сообщество гордится своими учеными, исследователями и первооткрывателями. Казанский университет – один из старейших вузов России. Императорский Казанский университет был основан в 1804 году императором Александром I. Казанский университет – родина невклидовой геометрии, парамагнитного резонанса, теория строения органических веществ. В 2010 году Казанский университет указом президента Российской Федерации стал федеральным университетом. За более чем 200-летнюю историю университет претерпел множество изменений, как в названии, так и в своей структуре. В 1930-е годы во время образования отраслевых вузов Казанский университет потерял более половины своих направлений и школ. Одной из самых существенных потерь был уход медицинской школы с образованием Казанского государственного медицинского института. В последние годы в университете снова активно стало развиваться медицинское направление, которое образовало точку роста в областях фундаментальной биологии и медицины. Образован инженерный институт и создана медико-санитарная часть. В настоящий момент КФУ – это более 50 тысяч студентов, в том числе 11 тысяч иностранных студентов. Около 10 тысяч сотрудников, в том числе около 3 тысяч преподавателей. Более 1 тысячи сотрудников заняты научными исследованиями. В составе КФУ два лицея, одна общая образовательная школа и один детский сад для детей с расстройством аутистического спектра «Му вместе», которые являются площадками для апробации разрабатываемых в университете образовательных технологий и педагогической практики для студентов педагогических направлений. Вовлеченные в научную деятельность преподаватели и студенты создают инновации и делают все больше и больше открытий. Именно поэтому День российской науки можно назвать одним из самых важных событий в жизни университета. За почти три века труд ученых-инноваторов принес миру множество научных открытий, оказав существенное влияние на развитие не только отдельных государств, но и всего мира. Они провели первые полеты в космос, открыли биосферу, сделали прорывы в области трансплантологии и внесли важный вклад в развитие человечества. И мы не стоим на месте, ведь современное развитие науки и технологий в нашей стране вызывает большой интерес. Президент Каримова, Аделя Файзулина, Универ Новости. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел фестиваль науки «Территория знаний», посвященный Дню российской науки и 220-летию Казанского университета. О том, как прошло мероприятие, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Казанского университета рассказывает о возможностях, которые реализовывают студенты в рамках своих институтов. Мой проект рассказывает об образовательном интенсиве для историков. Многие другие проекты направлены на экологию, экономику, лингвистику и многое другое. На нашей площадке представлены разные проекты, одни из самых интересных. Допустим, фестиваль «Времен». Это проект, который реализуется студентами Института международных отношений. Проект, который стал победителем конкурса грантов стартапов студенческих. Выиграл миллион рублей. И теперь наши студенты реализуют этот проект, который был сперва институтским, потом стал КФУшным, а теперь уже стал общегородским. На фестивале свои проекты также представил Елабужский филиал Казанского федерального университета. Основная идея их стенда заключалась в воссоздании в формате виртуальной реальности Центра технического осмотра автомобилей. Студенты Института геологии и нефтегазовых технологий продемонстрировали различные виды горных пород. Институт фундаментальной медицины и биологии предоставил посетителям возможность усовершенствовать свои знания в области первой помощи. Мы показываем свечную легочную реанимацию в рамках нашего проекта «Спаси жизнь», в котором мы ездим по всей Казани и в разных школах показываем школьникам и преподавателям неотложную помощь. Сейчас мы вам ее продемонстрируем. Например, данного манекена. В первую очередь необходимо оценить собственную безопасность, Затем оценить сознание человека. Вам нужна помощь. Затем оцениваем дыхание. То есть ухом прикладываем к вам, чувствуем и слышим, и смотрим на подъем грудной клетки. Затем звоним в скорую помощь и начинаем свечную легочную реанимацию. У мужчин руки накладываются между средним и безымянным пальцем. Вот здесь находится сцок. А вообще по правилам от мечевидного отростка, который находится вот здесь, вот два пальца. Давим всем телом в запястье. После 30 компрессий делаем два вдоха и повторяем до приезда скорой помощи. На сцене культурно-спортивного комплекса «Уникс» также выступил первый проректор. Проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Ариф Межведилов. И лауреат премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых Ирик Мухаммаддинов. Они поздравили всех присутствующих и отметили значимость вклада каждого в развитие и совершенствование науки в целом. Занятие наукой, конечно, оно очень увлекательное дело. Лирик совсем не ученый Антон Павлович Чехов сказал, что наука – это самое важное, самое прекрасное и нужное дело в жизни. И вот я очень рад, что мы с вами все занимаемся этим важным, прекрасным и нужным делом в жизни. Дополнением интерактивных площадок стали открытые лекции, где профессора и преподаватели Казанского Федерального Университета рассказали студентам о том, что наука – это легко, интересно и просто, а развитие ее будет способствовать вуз и направлять студентов в нужное русло. Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Сотрудники кафедры вычислительной физики Института физики Казанского Федерального Университета совместно с коллегами из Томского Государственного Университета научились управлять прочностью металлических сплавов с помощью внесения в них пористости произвольного характера. Любые научные исследования можно поделить на две категории – прикладные и фундаментальные, где первые – это исследования, направленные на изучение частных явлений в рамках общих законов и на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач. Вторые же – работа и результаты, которые носят фундаментальный характер. Ту работу, которую проделали сотрудники Института физики Казанского Федерального Университета совместно с коллегами из Томского Государственного Университета, является как раз той, которая нацелена на понимание законов природы и происходящих в ней процессов. Объектом исследования стал металлический сплав никелида-титана, в котором оба химических элемента, никел и титан, содержатся в одинаковых пропорциях. Если мы говорим о наших результатах, а у нас были именно фундаментальные результаты по сплаву, то эти результаты относятся к категории фундаментальных исследований. Мы не ставили цель изначально создать материал для протеза или для импланта. Мы решали задачу, связанную с прочностью металлических сплавов. И все это делаем на примере конкретного сплава никелида-титана. Если говорить с точки зрения физики, то прочность, механические свойства, прочность, пластичность, упругость, все это определяется структурой. То, какова структура данного материала. Как атомы, молекулы располагаются в этом материале. Но интересно то, что если помимо расположения молекул, варьировать такой параметр, как пустоты, присутствующие в данном материале, то появляется дополнительный инструмент, который также влияет на прочностные свойства данного материала. Вот как раз таки это и есть наш основной результат. То есть мы показали на примере никелида-титана, что варьируя пористостью данного сплава, можно в определенном диапазоне, конечно же, в разумном диапазоне, управлять пористостью. Управлять, конечно же, в кавычках. Успех эксперимента полностью зависит от того, насколько используемый в имплантации материал будет по прочности уступать и превалировать над окружающей тканью. Перевес в обе стороны будет значить либо скорый износ изделия, либо же его отторжение человеческим организмом. В качестве основного металлический сплав никелида-титана был выбран не случайно. Его способность уживаться с клетками человеческого тела очень высока, а значит и успешный исход имплантации тоже возрастает. Если имплант по прочности уступает окружающей ткани, той ткани, которая внедряется, то очевидно, что это плохо. Он со временем может разрушиться, прийти в негодность и потребуется его замена. Но, с другой стороны, если у него прочности будет очень высокая, очень высокая, превышает намного ту ткань, в которую он внедрён, то это тоже очень плохо, потому что он будет разрушать своим присутствием эту самую ткань. Она будет приходить в негодность. Поэтому очень важно подобрать такой материал, который будет, во-первых, смотрите, не отторгаться. Это раз такое требование, очень серьёзное требование. Мало материалов, которые этому свойству удовлетворяют. Это исследование уникально тем, что было проведено совместно с томскими коллегами. Они взяли на себя экспериментальную часть, то есть изготовление и испытание. Работа Института физики Казанского федерального университета заключалась в проведении расчётов и рассмотрении таких ситуаций, когда пористость является очень малой и практически специфичной, а сами поры составляют очень малый размер. Такой материал получить экспериментально очень сложно, но результаты уже предвосхищают будущие экспериментальные наработки. Да, вот это как раз-таки образец данного материала. Это никелит титана. Вот такой вот у него серый цвет. Он вроде бы даже на металл не похож, но на самом деле это металл, металлический сплав. Ещё раз, называется никелит титана. Здесь никель и титан представлены в равных пропорциях, 50 на 50. И вот если присмотреться, то видно, что он пористый. Это микропористый образец. Кстати, вот именно такие образцы, они уже сейчас используются в медицине, в качестве имплантов. То есть изготовляются импланты нужной формы, и уже потом как бы всё это дело устраивается. Когда исследуются свойства механические этого материала, то, как правило, изготавливаются специфические формы предмета, например, такие пластины. На основе них можно изучить, какая пористость у этого материала. Он тоже вот видно на просвет. Просвечивает. Наверное, видно же, да? Вот такие малые отверстия проглядываются. Это и есть как раз-таки пористость. Монолитный же аналог выглядит таким вот образом, например, в виде спиц. У этого сплава есть ещё одно удивительное свойство, которое также используется в медицине. Удивительное свойство исключается в том, что он сохраняет форму. Если этот предмет его сдеформировать, изогнуть, но сейчас мы это не будем делать, если его изогнуть при определённой температуре, а потом снова нагреть, то какая бы деформация была, он снова примет изначальную форму. Вот такой эффект называется эффектом памяти формы. И никелититана этим свойством обладает. По словам Анатолия Мокшина, сотрудникам кафедры удалось, исследуя сплав никелита титана, получить общее уравнение, с помощью которого можно заранее определять прочностные характеристики сплава в зависимости от того, каким образом в нём реализуется пористость. В дальнейшем это станет отличной площадкой для исследований ещё больших достижений в этой области. Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости. На этом всё. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова